Официальный партнер программы «Новости дня» – торговая группа «Абсолют». Республики Бурятия и ее столицы. В прямом эфире Алевтина Шаракшане и в начале выпуска коротко о его главных темах. Чтобы минимизировать затраты на строительство новых кладбищ, можно производить повторные захоронения в родственные моделы. Из-за нехватки мест на городских кладбищах обсуждается возможность повторных захоронений. В первую очередь этот рейд нацелен на то, чтобы проинформировать людей. Более 700 жителей Улан-Удэ оштрафованы за нарушение правил содержания питомцев. И хотелось бы, чтобы наш туристский потенциал нашел свое место в различных медиа в Германии, которые популярны у граждан. В правительстве Бурятии прошла встреча с консулом из Германии. Если есть свободное время, я помогаю. Мне не жалко. Я лучше буду людям помогать, чем представку играть. В преддверии Международного дня добровольцев Улан-Удэ наградили волонтеров. Много снега. Прогнозы синоптиков оправдались. На городские улицы минувшей ночь выпало большое количество осадков. Чтобы предотвратить заторы и ДТП, на дорогах активно работала спецтехника. В первую очередь посыпали перекрестки, пешеходные переходы, аварийные опасные подъемы. На городском благоустройстве в течение всего ночного периода, а также до 6 часов утра, были посыпаны основные дороги, магистральные, в том числе второстепенные, для ликвидации гололеда. В том числе были применены большая и большегрузная техника для того, чтобы отвалами убрать большое количество снега с улиц города. В том числе были применены 4 автогрейдера. Для ликвидации последствий снегопада было задействовано 45 единиц техники. Грейдеры и тракторы-щетки до 8 утра срезали так называемые шишки с дорог на 12 участках. Экстремальные погодные условия наблюдались во многих регионах страны. По мнению синоптиков, это самые сильные осадки за последние 69 лет. Более 700 жителей Улан-Удэ наказали в этом году за неправильный выгул и содержание собак. Сумма наложенных штрафов превысила полтора миллиона рублей. Между тем, в столице продолжаются рейды по выявлению безнадзорных собак и нерадивых хозяев. На этот раз проверили частный сектор на Восточном и в Загорске. В первую очередь, этот рейд нацелен на то, чтобы проинформировать людей о необходимости регистрации и завакцинировать бесплатно. Мы в первую очередь об этом говорим. Безнадзорных отловить, а домашних привить. Сегодня в микрорайонах Восточный и Загорск межведомственная комиссия вышла на рейд. Главной целью которого стала профилактическая акция по регистрации и вакцинированию домашних животных. В состав комиссии вошли сотрудники комитета городского хозяйства, администрации железнодорожного района, полиции и управления административного контроля. На территории Восточного и Загорска будут работать 6 мобильных групп и 4 бригады по отлову безнадзорных животных. Будут в основном обследованы улицы в пределах 30 улиц частного сектора Восточного и Загорска. В этом году в городе было отловлено и выпущено после вакцинации и стерилизации более 4000 безнадзорных животных. На хозяев собак, которых удалось найти, были составлены административные протоколы. За нарушение правил выгула в Бурятии предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. В этом году уже составлено более 700 протоколов об административных пронарушениях, связанных с данными нарушениями. Сумма наложенных штрафов на граждан нашего города уже превышает практически полтора миллиона рублей. Несмотря на всю нашу работу, продолжают жители города нарушать правила содержания выгула и содержания домашних животных. Для удобства горожан по заявкам на дом выезжают мобильные группы, которые вакцинируют и регистрируют питомцев. Также сегодня ветеринары развернули мобильный пункт. Местные жители могли бесплатно поставить прививку собакам. Стоимость регистрации и выдачи жетона составляет 150 рублей. Рейды продолжатся до конца года. Все безнадзорные собаки подлежат отлову, стерилизации, вакцинации и возврату. Просим еще раз внимательно отнестись к требованиям закона и к своим домашним питомцам. Руслан Хороших, Алексей Ромашов, Новости дня. В текущем году на поддержку приютам для бездомных животных из бюджета республики выделили 5,5 миллионов рублей. На что направили эти средства, узнаете из репортажа моего коллеги Дмитрия Гомбоева. Вместе с депутатами народного хурала он побывал сегодня в центре возрождения. Вот они, братья наши меньшие. Здесь их около полутора тысяч. Большинство живут в вольерах и будках на улице, другие коротают свой час в помещениях. На выделенные из бюджета средства построили 78 вольеров, 350 метров забора, пробурили скважину. Территория приюта составляет 3 гектара. Обслуживают местных питомцев 10 рабочих. В этом году при поддержке депутатов народного хурала в бюджет были заложены деньги в размере 5,5 миллионов рублей. В частности, приюту возрождения было выделено 3,5 миллиона рублей. То, что мы сегодня увидели, вот эти собакоместа, клетки на 300 собакомест, были построены буквально осенью этого года. В планах строительства ветеринарного пункта также нужны кормокухни. Впрочем, как и сам корм. Его здесь не хватает всегда. Да. Живет приют в основном за счет пожертвований. Другими словами, неравнодушные люди расплачиваются за людей равнодушных. Тех, кто бросает своих друзей на улицу. То, что у нас такое, столько собак содержится, я думаю, мы освобождаем все-таки, как можем, улицы города от собак. Потому что я тоже, допустим, сторонник того, чтобы на улицах города собак не было. Они либо должны находиться у своих хозяев, либо в приютах, если собака безнадзорная. Пока же, то ли к счастью, то ли к сожалению, приют только расширяется. Строятся новые помещения. Весной снова понадобятся дополнительные вольеры. Депутаты, в свою очередь, планируют и на будущий год заложить несколько миллионов рублей на поддержку приютам. Кроме этого, необходимо больше передвижных пунктов вакцинации. Подытоживая, народный избранник Дмитрий Швецов заключает. Мы все в ответе за тех, кого приручили. Но еще раз я повторяю, что самое главное – это профилактика. Мы должны совместными усилиями ввести профилактику ответственного обращения с животными. Чтобы каждый за своих животных отвечал. То есть, не можешь содержать – не бери. Дмитрий Гомбоев, Новости дня. Повторно использовать старые могилы предложила сегодня городская специализированная служба. Дело в том, что емкость кладбищ закончится уже следующим летом. Эти и другие вопросы сегодня обсудили депутаты Гурсовета и представители администрации Улан-Удэ. Подробности у Марии Латышевой. Доходы из-за ковида выросли. Грустно, но в этом сегодня могут признаться разве что городские кладбища. Тем не менее, при росте выручки у специализированной службы много проблем. Тяжелая ситуация с кадрами. Несмотря на неплохие зарплаты, работать в сферу не идут из-за специфики. Места не резиновые. Уже в июле следующего года емкость кладбища заканчивается. Чтобы минимизировать затраты на строительство новых кладбищ, можно производить повторные захоронения в родственные могилы. Чтобы их производить, нужно знать срок минерализации. Чтобы его знать, нужно обязательно сделать биологическую экспертизу. На такую экспертизу нужно минимум 1 миллион рублей. И не только на нее. В целом, на содержание городских кладбищ денег выделяется не так много. Поэтому депутатов горсовета просят пересмотреть сметы и выделить финансы на насущные вопросы. Нужны деньги и на латание дорог. Мы прекрасно все понимаем, что у нас город разрастается, в том числе иногда даже стихийно разрастается. То есть появляются дома, появляются улицы, которых мы знаем, но они в данный момент никаким критериям не соответствуют. Тем не менее, эти дороги существуют. Горожане, жители нашего города там проживают. Но на данный момент эти дороги не включены в реестр. Соответственно, мы их... Эти дороги... В реестре нет. Соответственно, мы их за ними должного ухода не оказываем. Тем не менее, эти дороги делают за счет городского бюджета. И, видимо, делать продолжат. Оставить людей в частном секторе без элементарного просто нельзя. Поэтому депутаты горсовета думают, как оставить жителей с комфортом и при этом не сильно ущемить основные магистрали Улан-Удэ. В каждом микрорайоне, особенно там, где у нас рельеф холмистый, обеспечивать с помощью презирата и щебня, укатки щебня, обеспечивать твердое покрытие, чтобы, по крайней мере, после ливня мы не предпринимали сверхгероические усилия, не вкладывая средства огромных в устранение последствий. Печальные дороги в военных городках, к сожалению, подтверждают депутаты горсовета, структуры их обслуживанием занимаются из рук вон плохо или не делают вовсе. А территории частично находятся в ведомстве Министерства обороны России. Поэтому не всегда городские власти могут проводить там работы. Мария Латышева, Вячеслав Батоев, Новости дня. В Улан-Удэ до 1 февраля продлили эксперимент с пересадочным тарифом. Система требует усовершенствования программного обеспечения. Напомню, нововведение действует с 18 октября на всех трамвайных маршрутах и на автобусном маршруте номер один. Суть пересадочного тарифа в том, что человек пользуется разными видами общественного транспорта, чтобы добраться из точки А в точку Б, а оплачивает проезд лишь один раз. Расчет должен быть безналичным. Пассажир может бесплатно пересесть из автобуса на трамвай или наоборот в пределах 60 минут. По итогам эксперимента систему пересадочного тарифа планируется применить на остальных маршрутах. В профильном комитете уже отметили результаты. Жалоб горожан на проблемы с перемещением по городу стало меньше. Их уже традиционной статистики. Число заболевших ковидов в Бурятии остается на прежнем уровне. За прошедшие сутки список зараженных в республике пополнили еще 231 человек. 257 пациентов накануне выздоровели и выписались из больниц. 9 человек умерло. В стационарах получают лечение 1217 пациентов. В отделениях реанимации находится 121 человек, 63 из них на аппаратах ИВЛ. Занятость коечного фонда в Бурятии составляет 78,4%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 3378 человек. Несмотря на ковидные ограничения, процент занимающихся спортом в столице Бурятии вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составил почти половину населения. Максимальное вовлечение граждан в здоровый образ жизни обсудили на заседании Координационного совета под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. На заседании рассмотрели вопросы по организации здорового образа жизни в Улан-Удэ. Члены Координационного совета внесли предложение об участии в программе «Здоровый город». Уже пять лет в столице Бурятии работают парки здоровья. В этом году даже с учетом ковидных ограничений инструкторы провели более 250 занятий. В первую очередь проекты призваны для того, чтобы население нашего города все-таки задумалось о своем здоровье, чтобы освободиться от вредных привычек. Мы сегодня проводим для населения лектории, практические занятия. И вот эти наши парки здоровья, которые мы делаем, они учат наше население правильно питаться, правильно относиться к своему здоровью и действительно увеличивать активность. Продолжится в Улан-Удэ и строительство спортивных объектов. В этом году, несмотря на большие ковидные ограничения, уровень занимающихся спортом в столице Бурятии повысился в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составил 49,5%. В приоритете для нас по-прежнему остается создание условий для формирования здорового образа жизни. Прекращение распространения коронавирусной инфекции, конечно, во многом зависит от того, как мы проходим вакцинацию, как мы вырабатываем общественный иммунитет. Поэтому нам важно максимально вовлечь граждан к ведению здорового образа жизни. Вовлечь в мероприятия по укреплению общественного здоровья, стимулировать предприятия и организации всех форм собственности к ведению корпоративных программ оздоровления и укрепления здоровья своих работников. Ежегодно в Улан-Удэ реконструируются существующие и строятся новые спортивные объекты. В прошлом году их построено 15, в этом 12. Для создания условий по формированию здорового образа жизни в столице Бурятии работают 74 инструктора по спорту. За последние два года они провели более 2000 турниров по различным соревнованиям, в которых принимали участие 42 тысячи человек. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашеев. Новости дня. Горные лыжи, сноуборд, шорт-трек и биатлон. Развитие этих нетривиальных направлений городские власти планируют в ближайшем будущем. А пока в Улан-Удэ повсеместно открылись катки и лыжные базы. О готовности столицы Бурятии к зимнему спортивному сезону говорили на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов. В столице готовят к работе 7 катков, для которых было закуплено почти 1700 пар коньков. Для 8 лыжных баз приобретено около 1000 пар лыж. Во дворах города организуют 145 спортивных площадок, в том числе 27 хоккейных коробок и 118 минифутбольных. Депутаты, заслушав доклад, в свою очередь отметили, нужно делать упор не только на базовые виды спорта, лыжи и коньки, а развивать другие направления. Среди них горные лыжи, сноуборд, шорт-трек и биатлон. Коснулись на заседании вопрос о повышении работникам этой сферы оплаты труда. Депутаты в ответ поделились мнением о том, что в планах у них преобразовать управление по физической культуре и спорту в комитет. Мы сейчас, прежде всего, курс взяли и, скорее всего, в феврале примется решение о переобразовании управления по физической культуре и спорту в комитет. Это нам даст больше полномочий, увеличение штата, потому что нагрузка на управление по физической культуре и спорту города очень большая. В период пандемии очень много профилактических, очень много пропаганды, очень много ставок на оздоровление населения сделано. И, соответственно, конечно, мы ставки повышаем для уже будущего, буду так называть, комитета по физической культуре и спорту администрации города. Добавлю, что в этом году на реализацию программы развития физической культуры и спорта города Луан-Удэ было направлено 485 миллионов рублей. Средства ушли на модернизацию материально-технической базы подведомственных учреждений и проведение спортивных мероприятий. Дмитрий Гомбоев и Сергей Медведев. Новости дня. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Вернемся скоро. Если есть свободное время, я помогаю. Мне не жалко. Я лучше буду людям помогать, чем приставку убирать. В преддверии Международного дня добровольцев в Луан-Удэ наградили волонтеров. А у Луан-Удэнский ансамбль стал обладателем Гран-при на Международном фестивале. С Абсолютом готовить легко. Шино Маква со скидкой 30%. Всего за 41,90. С заботой. Ваш Абсолют. Ровный, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок? Как точно знает, завод пластиковых окон компания Ялан Групп. Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия. И наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. Ялан Групп. Быстрый замер по телефону 37 17 71. Хорошей рыбалки, дорогой. Если я что-то забыла, вот сертификат в магазин Адреналин. Лучший выбор для мужчин. Магазин Адреналин. Новости дня на ТВ Коми. Спасибо, что вы с нами. Мы в прямом эфире. Продолжаем выпуск. В правительстве Бурятии состоялся прием консула из Германии Бернда Петера Финке. Особенный интерес гостя касался озера Байкал и туристических возможностей нашего края. Также политик заинтересован в изучении бурятскими школьниками немецкого языка. Почему? Узнаете из сюжета. Торговые и политические отношения, экспорт леса и реализация биологически чистой бурятской продукции на рынке Германии. Вот лишь малая часть вопросов, которые сегодня обсуждалось в правительстве республики. Зампредом правительства Бурятии Всеволодом Мухиным встретился генеральный консул Германии в Новосибирске. Отдельным блоком политики обсудили популяризацию бурятских туристических возможностей ФРГ. Наша жемчужина озера Байкал способна отвечать самым высоким требованиям европейских туристов, туристов из Германии. И хотелось бы, чтобы наш туристский потенциал нашел свое место в различных медиа в Германии, которые популярны у граждан Германии. По словам генерального консула, в Германии очень хорошо наслышаны о Байкале. В европейской стране в СМИ ни одному другому российскому региону или природному достоянию не уделяется столько внимания, как священному озеру. Но ваша задача? Наверное, это объяснить немецким туристам, почему есть смысл посещать Байкал именно со стороны Бурятии, а не со стороны Иркутская. Также стороны обсудили изучение немецкого языка бурятскими школьниками. На данный момент в республике его преподают в нескольких районах школах и одной у Лануденской. Что касается личного опыта и обмена студентами, преподавателями, учениками и учителями, это очень важно, поскольку это личный опыт. Очень жаль, что в течение последних двух лет практически все это приостановлено. Мы пытались ту или иную программу как-то заменить в онлайне, но это очень слабая замена. Бурятская сторона пообещала направить в адрес консульства документы конкретных проектов. Политик из Германии выразил надежду, что такой настрой не ограничится словами. Руслан Хороших, Жаргал Цериндашиев, Новости дня. Руслан Хороших, Жаргал Цериндашиев, Новосибирск. Мы также чтим память со стороны Советского Союза. В этом году в июне у нас было очень много памятных мероприятий, которые были посвящены этому. Я думаю, нам нужно быть осторожнее с тем, чтобы вся эта тема с культурой памяти не была слишком политизирована. Мы также посещаем места захоронения немецких солдат в Сибири и благодарны, что российская сторона заботится о их сохранении. Это первый официальный визит финки в Бурятию. Его целью является знакомство с республикой, ее экономическим положением, историей и культурой. Обширный округ Генерального консульства Германии в Новосибирске включает регионы Сибири и Дальнего Востока. И к другим темам. Каждый день они протягивают руку тем, кому нужна помощь и ничего не ждут взамен. В Улан-Удэ отметили тех, кто готов бескорыстно делиться своим временем и силами, а их в волонтерском корпусе столицы более двух тысяч человек. В период ограничительных мер у нас команда представляется пятью активистами Российского Союза молодежи. Мы оказываем адресную помощь пожилым людям. Сегодня Бадма вместе с единомышленниками помогает сложить дрова семье пенсионеров. Говорит, волонтерство уже часть его жизни. Эта заявка пришла от Совета ветеранов. На один час. У нас пять человек. Быстро справимся. Все деревенские. Для нас это не новшество. В это время в доме уже наводят чистоту. Помыть пол, вытереть пыль, протереть окна, стекла, посуду помыть. Девушки говорят, что не тратят здесь свою энергию, а наоборот, получают. К помощи добровольцев Валентина Дмитриевна обратилась в первый раз. Они с мужем, известным журналистом Леонидом Сенегрибовым, всегда были активными. Делали все по дому сами. Еще и общественной деятельностью занимались. Пока супруг на лечении, работа дома не стоит. У меня вот муж три года назад, ему сейчас 81 год, он три года назад только перестал колоть дрова. А так обычно он колол, я таскал, и мы складывали. Но сейчас, видите, возраст такой вот сейчас подошел. И мы не можем уже эту работу выполнять. Поэтому нам приходится прибегать к помощи. На сегодня в волонтерском корпусе столицы на постоянной основе состоят около двух тысяч человек. За бескорыстный труд добровольцам вручили грамоты и подарочные сертификаты в городской администрации. Когда началась борьба с коронавирусом, наши волонтеры самые первые приняли участие в доставке продуктов, медикаментов, оказании помощи. В этом году наши волонтеры помогали нам в период, когда была поводковая ситуация. Именно волонтеры оказывали помощь в переносе вещей людям, их эвакуации и так далее. По воле, наверное, души решила тоже помочь людям, особенно вот сейчас в наше непростое время. Ну и плюс показать пример своему сыну, потому что мы волонтерили вместе с ним в третью волну. Если есть свободное время, я помогаю. Мне не жалко. Я лучше буду людям помогать, чем приставку убрать. Ася Касьянова, Максим Махалов, Новости дня. Улан-Удэнский образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок» взял гран-при 16-го международного конкурса. Творческое состязание проходило в Чите. Живые эмоции и детали в материале нашего корреспондента. К заветному финалу воспитанники образцового ансамбля народных инструментов «Теремок» шли целый год. Благодаря ежедневным репетициям и любви к своему делу победа в кармане. Среди множества коллективов из России и ближнего зарубежья строгое жюри выбирает Улан-Удэнский. Особое внимание члены комиссии уделяли выбранным произведениям. Это не одно произведение, это три произведения как минимум. Это оригинальное произведение, это произведение классики, это произведение композиторов. То есть там прописаны определенные программные требования, по которым мы и составляем программу. Международный конкурс проходил в формате онлайн. Его итоги были подведены в Чите. Ансамбль «Теремок» уже не в первый раз участвует в подобных конкурсах. Из года в год конкуренция возрастает, особенно по направлению баян и аккордеон. В призерах оказался еще один представитель Улан-Удэ – концертный оркестр «Кедровые орешки» музыкально-гуманитарного лицея. Коллектив стал лауреатом второй степени. И вот именно эти два коллектива, они на сегодня являются активными участниками, становятся лауреатами и победителями международных всероссийских конкурсов. К этой победе нужно идти не один год. Также в международном конкурсе оркестров участвовали и педагоги ВЗГИКа. В номинации «Ансамбль преподавателей» они разделили второе место с коллегами из Читы. Руслан Хороших, Наталья Горшкова, Алексей Ромашов. Новости дня. Аэропорт Байкал сегодня зарегистрировал 500-тысячного пассажира. Счастливому пассажиру подарили специальный приз – символический посадочный талон, а также сертификат на годовое обслуживание в ВИП-зале. Подарки вручил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев. Очень рада, что наш аэропорт Байкал настолько развивается, что открывает новые точки авиалинии, что даже в разные страны и горячие страны смотрела билеты, становится доступнее. И поэтому весь этот спектр работ, который проводится в данном аэропорту Байкал, я считаю, что реоритетно для развития туризма для нашей страны. За последние три года Международный аэропорт Байкал обслужил более 1 миллиона человек. Этому способствовали программы субсидирования пассажирских перевозок и развития внутреннего туризма. Азакаминск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На торжественном открытии улицы Титова, благоустройство которой стало проектом-победителем, побывал мой коллега Дмитрий Гамбоев. Три! Три! Два! Один! Конкурсный проект проходил в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и предполагал объединение двух общественных пространств пешеходной аллеи по улице Крупской и центральной площади через благоустройство, связывающей их улицы Титова, которая имеет выгодное для проекта расположение в центре города, поскольку заполнено объектами социальной сферы и торговыми точками. Хотелось бы отметить, что именно благодаря активной жизненной позиции закаменцев они приняли участие в конкурсе и стали победителями в российском конкурсе грантов «Мало городов». Я как житель города Закаминск искренне рада, что у нас происходят такие преобразования в нашем городе, что сегодня открывается такая замечательная площадка, которая стала центром притяжения не только взрослых, но и детей. Они здесь общаются между собой, дети играют, взрослые имеют возможность поговорить между собой, пребываться красотами, что когда-то вот эта улица у нас была вся в ухабах и стояли старые двухэтажные дома. А вот на сегодняшний момент посмотрите, какая площадь, какие плитки выложены. Приятно пройтись и посмотреть. Теперь на этой улице появилось бетонное покрытие, тротуары, разноуровневое освещение, установлены радиальные скамьи, арт-объект «Качели», высажены более 700 кустарников. После небольшого концерта в честь открытия улицы жители Закамны вместе с гостями взялись за руки и станцевали йохар. Дмитрий Гомбоев и Алексей Ромашов. Новости дня. Закаминский район. В Улан-Удэ появилась частная библиотека. Между прочим, только вторая в России. А для пенсионеров в Бурятии готовят специальные экскурсии. В следующем материале расскажем о тех, кто организует интересные пространства с социальными проектами, их помощниках и инициативах. В бизнес-инкубаторе защищают свои проекты участники акселерационной программы. Их собрал Центр предпринимательства «Мой бизнес». Кто-то только собирается запускать свой проект, а кто-то дело уже открыл. Как, например, Екатерина. Девушка организовала первую в Улан-Удэ и всего вторую в России независимую частную библиотеку. Основное отличие будет в том, что мы будем закупать современную литературу с опережением. То есть мы не связаны с закупками, мы не связаны с какими-то требованиями к фондам. То есть на вырученные деньги мы будем пополнять фонд, ну какую-то интересную литературу, то есть которую сложно достать. И это будет литература, допустим, частных независимых издательств, которых в наших библиотеках нет. А еще одна участница озаботилась организацией отдыха и экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья для пенсионеров и многодетных семей. Я же создаю пространство для пенсионеров, потому что люди, когда выходят на пенсию, как я, например, у них остается очень много энергии, знаний, навыков, которыми очень хочется поделиться с молодым поколением. Специалисты Центра «Мой бизнес» отмечают особенную социальную направленность абсолютно всех представленных проектов. Причем проекты, вы знаете, неожиданно, но именно те, которые попадают в самую точку. Почему? Потому что то, что связано с сапротизацией во всех отраслях, и сегодня молодые люди начинают готовить это поколение, которые сегодня востребованы на рынке. Это медицина. С ортопедией мне вообще впечатлило, что такие вещи, которые у нас делают, нигде в России не делают. Акселератор – это шестинедельный интенсив, который позволяет развить предпринимательские компетенции через обучение, практику и экспертную поддержку. А общение с наставниками – одно из самых ценных его преимуществ, ведь таким образом тестируются разные гипотезы и строятся финансовые модели. Мария Латышева, Максим Махалов. Новости дня. Оставайтесь на ТВКОМе. В 20.10 эфир продолжит программа «Линия-2». Новый министр спорта и молодежной политики Бурятий Иван Козырев подведет итоги 2021 года. Расскажет о развитии спорта в регионе и какое участие в жизни республики принимает молодое поколение. Не пропустите интересную беседу в 20.10. Таким увидели этот день корреспонденты службы информации ТВКОМа. Я напомню о главных событиях нашего выпуска. Нет мест. В Улан-Удэ заканчиваются свободные площади для захоронений. Дом для полутора тысяч питомцев. В столице Бурятии расширяется зооприют. Улица Титова в Закамне стала лучшим проектом всероссийского конкурса. Все новости вы всегда можете узнать в социальных сетях нашего канала. Инстаграме, телеграме и на фейсбук. А также в мобильном приложении Пирс ТВ. В прямом эфире работала Алевтина Ширакшане. Оставайтесь в курсе событий. И до встречи на ТВКОМе. Субтитры подогнал «Симон»!